Добрый день дорогие друзья! Рад вас приветствовать уже в этом 2015 году на нашем рынке в городе Белгороднестровский. Первый выпуск нашей уже новогодней программы снимаем Бессарабской ассорти. Снега, слава богу, ушли в прошлое, потеплело. Честно скажу, порадовала нас погода в этом году. Да, вот мне даже подсказывают 29 числа особенно. Хочу, кстати, пользуясь случаем, передать огромнейший привет и большое спасибо спасателям Авидеопольского района, служащим госавтоинспекцией, вообще всем-всем-всем, кто помогал в те самые тяжелые для нас дни выбираться с дорог людям. Огромнейший привет Роксоланам, спасибо вам за такую теплую школу. Сам там провел двое суток, поэтому знаю, о чем говорю. Но вернемся к нашей программе. Первый выпуск. Снег как бы по рынку расчистили, да и по городу чистят у нас. Но местами еще остались такие навалы, навалы, навалы снега, поэтому начали мы сегодняшнюю программу не везде, ну не в том месте, как обычно. Но по рынку все равно пройдемся и увидите, что изменилось с прошлого года, а мы вам еще и расскажем, может быть, что-то новенькое увидим. Идемте. Дорогие друзья, зашли мы в наши ряды и остановились сразу здесь. Объясню почему. Новый год, конечно, закончился. Здравствуйте. Новый год закончился, новогодние праздники тоже остались позади, но у нас на рынке вот стоит такая очаровательная снегурочка. С Новым годом. Торгуют мандаринами, лимонами, цитрусами. Это мандарины или апельсины? Это мандарины, очень вкусные. Это Испания. Приходим, покупаем, но раз встретили снегурочку, честно скажу, ну не говорили еще с Новым годом. Поздравляем всех. Я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья. Я хочу, чтобы вы всегда приходили к нам на рынок, а не где-то там, или копейка. Приходите к нам, у нас и дешевле, и лучше товары. Все германцы знают, где можно найти хорошие, вкусные, полезные и доступные продукты. Поэтому приходим на рынок, а те, кто приезжают к нам, тоже не забывайте зайти на рынок и посмотреть, купить что-нибудь для себя, для дома. С наступающим новым праздником Крещения будет. Ну праздник старый, но еще один новогодний праздник у нас есть. С наступающим. Спасибо. Вам здоровечко и для самого хорошего. Будьте здоровы. Потому что у нас все равно самый лучший. Итак, что сразу скажу. Фрукты, цитрусовые, яблочки, бананы, все есть. И есть как привозные, так и наши. Цены абсолютно разные. По яблокам сегодня видел цену в 7, самую маленькую пока что. Ну самые дорогие по 10. Что увидим дальше, сейчас покажем. Начали движение в ряду. Значит, яблоки, как я и говорил, наши и привозные. Мед по 25 гривен, баночка орехов по 20. Грибы белые, не знаю, чей продавец отошел. Чеснок, картошка. Белороса, вот такая вот здоровая картошка по, а я вам даже сейчас скажу, почем. Вот, по 5 гривен. Мужчины-продавцы обычно стесняются общаться после нового года, вот, чтобы, не дай бог, не заметили, да? А откуда такой картофель привезли? Морозлеев. Наш, вообще? Да, да. Слушайте, вот, господа приезжие, вот такая картошка растет у нас. Не на Полтаве, не в Виннице. Нет. А у нас морозлеевки. Буквально, пешком практически можно, при желании, дойти до Белгорода. Как отметили Новый год? Не очень, конечно. Хотелось бы лучше, но... Ну, Дед Мороз посетил семью и близких? Что принес в этом году? Хорошие подарки. Хорошие подарки. А детям? Детям в нашей семье детей нет, так что я бесконечно. Ну, крестники, вот, Рождество было, все оставил? Конечно, да. Куклы были? Машинки были? Это само собой. Ну, давай, знакомым, друзьям, есть возможность передать поздравления с Новым годом. Кого не увидел в эти праздники? Ну, передаю всем родителям с Новым годом, желаю счастья, здоровья, всего самого лучшего в этом году, чтобы всего, чего хотели, всего добились в этом году. Присоединяемся к поздравлениям и, не покупая картошку, идем дальше. Пустенько сегодня на рынке, ну, скорее всего, сказывается после новогодней такой спад и в торговле, и желание вообще куда-то выходить. Ну, вот, место, где мы обычно вам рассказываем о тех вкусностях из семейства бобовых, наверное, да, которые можно купить у нас. Цены не изменились практически ни на что. Зато вот есть еще кутя, кто будет готовить ближайшие несколько дней на Крещение, на последующие. 18-го числа голодная кутя. Это кутя, которая без чего-то там готовится, по-моему, что не надо? Да, как, все можно. А, на 18-е число это уже голодная кутя, это уже нежирная. Туда не... Орешки пойдут, изюмчик пойдут. Да, орешки, мак, да. Мед. Ну, у меня вот вопрос. Мы с вами давно знакомы. Со своими родственниками измаильскими встречались на празднике или не ездили по такому снегу? Нет, не ездили. Пользуясь случаем, передаем привет. Передаю привет в Измаил. Сестричка моя заболела, я вчера звонила. Пусть поправляется. Дорогая сестричка из Измаила, вы выздоравливаете, погода как бы потеплела у нас все-таки, да, снега сошли, поэтому болеть не надо, можно будет выйти, подышать воздухом и какие-то дела поделать, правильно? А кому надо? На борщ, на кутю, на попкорн. Приходим и покупаем. Все, от чечевицы до самой классной фасоли можно встретить у нас на прилавках. С Новым годом! Спасибо. С праздшими Рождеством и всеми прочими праздниками. Капустки белокочанные и капустка, вот такая вот прикольненькая, манюнька, цветная. Правда, ценников нет. Здравствуйте, а при чем у вас? 5 гривен, это, 20 гривен цветная. Килограмм. Да. И лук? А, лук, 5, 4, как? Вот вы капустой торгуете, вот мне говорили, что в мороз она может подпортиться, как определить по внешнему виду, что капуста целая и здоровая? Капуста не боится до тех пор, пока качан не замерзнет, если замерз уже качан, то уже и капуста будет хана, вот, беленькая, красивая. Лист, когда подмерзает, он меняет цвет немножко. Да, он меняет цвет, но в основном она не боится мороза до тех пор, пока качан не замерзнет. Вот такую живую, белую, настоящую белокочанную капусту, которая пережила наши дичайшие холода, можно найти у нас на рынке. Кому надо, приходим и покупаем. Как Новый год отпраздновали? Вот так. А Рождество? Отлично. А сами вообще откуда приехали? С Выпаснова. С Выпаснова. Кого не видели на новогодние праздники, вот, пользуясь камерой, можете передать привет, поздравить. Ну, всех с праздниками, прошедшими, и всем счастья, здоровья и мира. Замечательное поздравление. Не отходя далеко, есть такой вот, появился на прилавочке у нас продукт, грибочки. По-моему, это называется вешенка, да? Вот, грибочки-вешенки, которые еще целые и живые и готовые. И готовые. А вот к нам сейчас девушка подойдет и расскажет. Здравствуйте. Откуда такое богатство-то свежее появилось? Дома. Дома выращиваем на Бритовке. Все рядом. Все рядом. И почем бритовские грибы? 25. 25. Сегодня 25, да. А сегодня это подорожало или сегодня? Это сегодня подешевело уже. А, это дешевле. Да. Слушайте, друзья, подешевели грибы, можно прийти купить. А почем торговали их? 27-28. Ну, вполне приличный экономик. Бритовским нашим и вашим знакомым предлагаю передать привет и поздравления с Новым годом, Рождеством и наступающим впечатлением. Короче, вы уже все за меня сказали, я только могу присоединиться, да? Величательно. Хорошего настроения и счастливого Нового года. Ой, поздравления, да, получается у нас сегодня программа не столько о ценах, сколько о поздравлениях, но вот пустой прилавочек, вон сзади меня пустой прилавочек. Одно из двух, либо у нас люди еще гуляют, которые торгуют, либо у нас покупатели еще не вышли на рынок. Ну, скажу, что и тех, и других сегодня все-таки немного. Яблоки, капуста, лук, чеснок, овощи, картошка, морковка. Вот, кстати, морковка, бурячок по 4 гривны. По-моему, перед Новым годом была цена тоже где-то такая же, поэтому считаем, что с прошлого года у нас цены практически не изменились. Сзади нас небольшое столпотворение. Я вам скажу еще одну вещь. Вот, в принципе, мы достаточно рано сегодня приехали, а рыбы нет. Нет у нас сегодня рыбы. Осталось там. Немного малосолочки есть, хамсы, тюлечки. И пряная рыбка была, так тоже по 25, по 28. А живой не было. Ну, кому надо, я думаю, найдут в нашем благодатном крае, где купить хорошую рыбку. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Идем и смотрим. Картофель, картофель, картофель. Вокруг сплошной картофель. Итак, подошли мы к моему любимому месту, где продают картофель. Значит, сегодня на прилавке мы у вас увидели и пинычку, и майку, славянка, рэпанка. И невская есть. И невская есть. Вот, и невская есть. Это только половину. Я смотрю, торговля по такому, ну, пусть идет. Нормально. Вот вопрос. Холода у нас задались в этот Новый год. И снег был, и мороз, и все. Вот, придя на рынок, простому человеку, как мне, вот как определить, хорошая эта картошка? В смысле, мороженое или не мороженое, черное или черное? Вот, по внешнему виду. Во-первых, если, допустим, она была сейчас мороженая, она бы сейчас была мокрая. Потому что на улице плюсовая температура. Это первый признак. Ну, второй признак, что она внутри черная, она начинает чернеть внутри. Крахмал темнеет, и все. А это надо разрезать. Да, это, конечно. Это надо разрезать. Ну, вот, у вас такой ассортимент. Почем, почем, ну, вот морковка уже по пять, картошечка почем у нас? Значит так, картошка шесть, рэпанка шесть, невская шесть, славянка семь, майка семь, янычка настоящая восемь. То есть, ешь и сразу пьяный. Да, ну да. А если бы там срокодевка, мы бы еще десять, двенадцать и пошло. Ну, хорошо. Как отметили, как встретили? Хорошо. Как поздравили свои? Отлично, все было хорошо. Повели Новый год хорошо, встретили, хорошо. Гуляли хорошо. Дед Мороз, дети, все счастливы были? Ну, так, почему вы нет? Все, конечно, счастливы были. Подарки хорошие дарились, вы дети были счастливы. Ну, самое главное, вас с Новым годом, с прошедшими новогодними праздниками, с рождеством, с предыдущим течением. Чтобы у нас этот год у всех был лучше, чем предыдущий. Спасибо, и вам того же, и вам того же, чтобы у вас тоже было все хорошо. Будьте здоровы. Приходите почаще к нам в гости. Ага. Берите картошку, не только картошку. Берите все. Все будем брать. Раз будем брать, все. Чуть-чуть не стукнули девочкой. Переходим от картошки, переходим к Джанне, который уже который год на нашем рынке продает самые вкусные, полезные и свежие яйца. С Новым годом, с прошедшим разрешным. Как Дед Мороз посетил вашу манюню? Как Дед Мороз посетил подарками? Как же он мог посетить? Много конфет, много игрушек. Но все хорошо у нас. Ну вот за первые пару недель вот такие вот Новый год наступил, первые пару недель. Что уже хорошего? Ну, произошло в Путинке? У меня? Ну, у вас, у семьи, у детей. Но кроме подарков, конфеты Нового года. Ну, честно говоря, у меня год сегодня неудачный, честно говоря. Сегодня? Ну, вообще-то, начался год у меня неудачно, честно говоря. Ну, у меня, во-первых, дочка заболела, немножко приболела, муж приболел немножечко. Так что так, потихонечку. После наших снегопадов это и морозов было как бы не... Мороз, ноги мокрые, короче, замерзли, простыли. Да, пусть ваши все радуются. А мы видим, что цены упали. Яйцо, свежайшее, от 15 до 16 гривен. В принципе, с прошлого Нового года цены практически не изменились. Расскажите, спасибо, что такие остались. Да. Нашим долларам, как говорится, а у вас в Одессе, по чем яйца? Я скажу, где-то на полтора рубля дороже. Я могу по размеру вот сказать вот такое, где-то 17,50. Все-таки у нас немножко в Белграде цены пониже, как-никак. Это да. У нас в Белгороде цены пониже, а у нас где-то в других местах можно встретить цены повыше. Поэтому приезжайте в Белгород, можно покупать дешевле. Еще одно место, у которого я практически в каждой программе останавливаюсь, это вот такой угловой прилавок, где можно найти помидоры, огурцы, перец в любое время года. В зависимости от того, какое это время года, это будут либо выращенные вот этими руками помидоры и огурцы, либо будет привозное. Но в любом случае, оно есть. Огурчики по 45, а эти? 70. А эти по 70. Это 45, тот же огурец, как видите, из внешнего вида, приложили. Я скажу, есть ли его резать салат? Никакой разницы, но вкус, никакой разницы. А помидорочки? Сливка 60, это 70 и 60 тоже. Ну, можно 55 это. Ну, цены, скажем так, зимние, новогодние. Слышно, даже дороже. После праздников дороже опт стал. Там опт дороже поднялся, перец 75. А на Новый год мы продавали его 60. Ну, это импортное. Это импортное. А наши будут? Когда оно будет? В мае? Нет, раньше, апрель. В апреле будет? В апреле на Пасху мы уже своим торгуем. Но в этом году Пасха ранее, может, не успеем. 12 апреля? Может, не успеем. Вот, наконец, вперед. Как встретили Новый год? Как праздники провели? Спалы, спалы. Мы тут устоем, замерзаем и спалы. Я вам скажу, я честно, встретил Новый год так же, как и вы? Я до 11 еле выдержала. Покушала и спать. А дети? Нет, ну, дети, подарки, конечно. Конечно, конечно. И внуки. Давайте, вот, мы сегодня так вот пришли на рынок, смотрим пустенько. Кого не успели поздравить? Микрофон и камеру практически в ваше распоряжение. Одноклассников не успела поздравить, не заходила. Ну, родственников всех вроде бы поздравила. Коллег тоже всех поздравила. Ну, так вообще всех. Вот вообще поздравляем всех. Всех поздравляем. Здоровья. Здоровья всем желаем. Только одного. Главное – здоровья. Ну, и мира. Все, самое главное в этом сейчас. Классного года. Увидимся через недельку, через полторы. Ну, вот, о чем мы и говорили. Продавцов мало, да и покупатели мало. Мы сегодня идем практически во второй секции нашего рынка, как по бульвару. Ну, вот, опять же, помидорки, огурчики, перец, все видо на прилавках. Капуста белая, вот, пекинская. Здравствуйте. Причем у нас в новом году пекинская капуста? По 15 гривен. По 15 гривен. Как встретили? И не хорошо, и не плохо. Нормально. Дети были? А как же? Внуки были? А как же? Подарки были? Естественно. Ну, и все. Значит, хорошо. Теперь только, чтобы здоровье было и мира. Больше всего сейчас у нас желание, чтобы только здоровье и мира. Вас с Новым годом, с прошедшим Рождеством и с грядущими крещенскими праздниками. Грибочек, шампиньончик по 33 гривны. Кто любит и умеет и знает, как их быстро приготовить, может прийти и купить. Буряк. Морковку, капуста тоже не забываем. Не забываем. Идем дальше. Зеленушечка. Здравствуйте. А я смотрю, вы вот на голодную кутю уже орехи? А, конечно. Или это еще с рождественских запасов? Это уже свежие. Свежие, свежие уже, да. Хорошие орехи. Почем баночка? 30. 30 гривен. Вот по весу это сколько? Где-то 250. Значит, смотрите. Точно знаю, что в Одессе килограмм орехов перед Рождеством стоил от 200 гривен. А у нас получается практически, ну, на 2-3, на треть дешевле. Да, даже перед Новым годом был дешевле. А перед Новым годом даже был дешевле. Был дешевле, да. А вот еще одна вкусность, которая очаровательнейшая. Как всегда. Да. Салфеточка. Как всегда. Как вкусно, надеюсь, как встретили? Болела. Ну, ребенок 9 лет. Болеть не дал. Были конкурсы, свежки, подарки. Все как положено. Все, мама ожила. Все прошло. Замечательно. Вас с Новым годом. Детю, здоровья, счастья. И чтоб у нас у всех все в этом году было замечательно и хорошо. Обязательно в следующий раз приду покупать на голубцы. У нас сегодня программа какая-то получилась. Мы сегодня ничего еще не купили. Зато все ходим, поздравляем. Получай. Мне ехать аж еще вечером, а у нас холодильника нет. Чувствуешь, что я вам три пакета сделаю. Три пакетика вам сделаю. Вы меня уговорили, давайте. Почем, кстати, оно у нас, а то мы спросим. Давайте, выбирайте нам. Итак, хорошенько упакуй. Конечно. Голубцов не ел с Рождества. Это сколько? Это неделю практически не ел голубцов. Вот, буду кушать. Да? Это так, чтобы я наелся. Это так, чтобы я их еще потом две недели ел. А вот в прошлый раз были классные. Были такие вот большие-большие кочаны. Ну, вот такие. Они получились такие. Съели на Новый год. Да, я понял, что все подъели. Прилавки пустые. Еще ничего не довезли, не привезли. Пока нам пакуют, ну, скажу, приезжайте, приходите, покупайте, выбирайте все, что вам только захочется. У нас все вам продадут. Даже если вы придете просто пройтись, все равно что-то, что-то, да, купите. Раз. Кто-то, кто-то, кто-то. Часели какие-то. Вам спасибо. Приходите за голубцами. За голубцами. Там. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом вас. Спасибо. Прошу членовесо. Вам звонят. Да. Мы хотели вас поздравить, пожелать вам всех благ, счастья, здоровья и удачи в Новом году. И чтобы у нас мирно было. Спасибо большое. Вас тоже поздравляю. Желаю вам здоровья всем. Вы дома были главной снегурочкой в этом году? Да. Самая главная. И Дом Морозов, да? И Дом Морозов, и снегуркой, и вообще всем. Да. Капусточку сегодня у меня не будете покупать? Нет. А у вас сегодня есть капуточка? Да, только маленькая. Нет, я сегодня купил вот по случайности только что на Голубце. Я же говорю, с Рождества. Спасибо. Всех благ. Сладкий, сладкий. Да. Вот такой сегодня получается у нас поход. Будем с вами прощаться до следующей недели. Надеемся, что покажем вам в следующем выпуске уже и рынок побогаче, и людей побольше. Ну и еще раз поздравляем всех с наступившим Новым годом, с прошедшими рождественскими праздниками. Всех благ, счастья, здоровья, крепчайшего всем, всем, кто нас смотрит. И кто не видит, тоже пусть будут здоровы. Ну и радости, мира и благополучия. Увидимся на следующей неделе на телеканале Бессараби. Редактор субтитров А.Семкин